Друзья, с вами Максим Шенгаркин, наш канал «Свободное дыхание». Светлана Родионова, это руководитель Роспроводного отзора, кто не знает, вышла с инициативой прекратить рецензирование тех организаций, которые перевозят отходы. Ну вот смотрите, то есть как правая рука не знает, что делает левая. То есть Государственная Дума принимает закон о том, что будет штрафовать, если кто-то будет выбрасывать мусор из машин, но имеется в виду, если кто-то на грузовике заедет в лес и выгрузит. А сама Родионова, в это время находясь в правительстве, а правительство принимает участие в закон творческой деятельности, говорит, что мы лицензировать такие машины не будем, пусть с мусором разъезжают любые машины. То есть сегодня как? Если ты едешь, везешь мусор, на тебе видно, что ты везешь мусор, ну по документам, ты просто так везти не можешь. Даже разработана была система, она частично внедрена, просто тотальной слежки за такими машинами. А теперь говорят, нет, тотальной слежки не будет, возите мусор, кто хочет. Ну и, соответственно, возите мусор, кто хочет, и для того, чтобы подловить на выгрузке вам нужно буквально ставить засаду. А если вы просто остановите машину, у которой нет лицензии, но она везет отходы, то вы ничего сделать не можете. Ну, везет себе и везет. Лицензии не нужно, поэтому перевозить можно. Что везет эта машина? Куда? Ради кого? Нет, я понимаю, существующая система никак нас не защищает от того, что в любом месте, ну в частности в Москве и в Москве, это в любом месте. В других субъектах я слышал то же самое. Вам могут выразить яму, объявив, что только здесь нужно добыть камень, глину, песок, торф, землю саму и еще чего-то. Чиновники областного правительства легко подмахивают это и у нас с вами получается некая выработка. И дальше в эту выработку берут и привозят из Москвы строительный мусор. Вот теперь смотрите, строительный мусор из Москвы вывозится и просто кладется в любой карьер. А компании, которые контролируют те, кто увозит строительный мусор из Москвы, сейчас будут разбирать Уссоль и Сибирская, загруженная ртутью. То есть я так понимаю, они практику вывоза строительного мусора из Москвы хотят реализовать еще в Иркутской области на берегах реки Ангара. Ну понятно, что там дикие таежные леса и возможно они там будут поступать так же, как в Подмосковье, просто закапывать еще куда ни попадя, а возможно как-то по-другому. Но каким образом контора, которая подчиняется, ну фактически которой владеют вот эти дельцы от московского мусора, но являющаяся, подчеркиваю, являющаяся оператором по вузу отходов на берегу Черного моря, он внезапно стал компетентный по разбору Уссоль и Сибирского, ну там где работали войска химзащиты. Я даже не могу себе представить. И на этом фоне Родионова говорит, нам не нужно лицензировать перевозки отходов. Так просто Родионова не живет, видимо, в Подмосковье и не представляет, что здесь происходит. А здесь буквально, я думаю, даже нужно сделать нашу интерактивную активистскую карту. Под каждым, под каждым бывшим карьером уже находится месторождение мусора. То есть, на документах вы смотрите, у вас карьер, а там на самом деле строительный мусор Москвы. Да ладно, строительный мусор Москвы, иловые осадки Москвы, иловые осадки Подмосковья, куда они деваются, фильтрац полигонов. Вот это все заедает нашу землю. Понимаете? Здесь, в Подмосковье, там где миллионы и миллионы людей. И они не собираются ничего лицензировать. Да я вам так больше скажу. Родионова отказалась фактически управлять выбросами промышленных предприятий, хотя это Росприроднадзор. И в части чистого воздуха наш проект сброшен. Куда? Сброшен в министерство. Объясню почему. Да потому что Родионова все равно имеет доступ к самим предприятиям. И пронырливые делопуты, ссылаясь на руководство Росприроднадзора, навязывают предприятиям свои дополнительные услуги. Мы знаем как. Мы видим эти контракты. Навязывают. И поэтому от чистого воздуха остаются рожки до ножки в части интересов руководства Росприроднадзора. А доделывать будет министерство, которое ничего в этом не понимает, которое посадил в это кресло кого? Королькова. Из кого? Из Феоросатома, которая делала что? Которая и проектировала ликвидацию накопленного вреда на том самом Уссолье-Сибирском, куда приедет компания с Краснодарского окрая, которая занимается вывозом мусора, которая Родионова решила больше не лицензировать части перевоза. Понимаете? И я не понимаю. Я только вижу. Это единая система коррупции. Единая система коррупции, поглощающая механизмы государственного управления. У нас с вами на глазах. Когда правоохранители заняты ловлей тех, кто порочит российскую армию, когда правоохранители заняты перехватом террористических групп соседних государств, работающих на территории Российской Федерации, в это время активизировались жулики и коррупционеры с самых разных мастей. Кому война, а кому мать родна. Но я вам предсказываю, как только воины вернутся с поля боя, наши общественные организации превратятся в центры силы. И часть наших воинов вернется в правоохранительные органы. Вот тогда мы устроим тотальную зачистку, но вы уже никуда не сбежите. Ни на какие южные побережья Франции. Мы вас там не просто достанем. Мы вас оттуда вернем. Вернем на родину. Чтобы вы здесь могли дышать той степенью свободы, тем вонючим газом, вонючим воздухом, который вы травите нас в наших городах. Мы заставим вас разгребать то, что появилось на нашей земле в результате вашей системы управления. А вы, друзья, дышите свободно. Присоединяйтесь к нашей борьбе. С вами был Максим Шингаркин.